МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас сегодня есть другие вызовы, которые касаются прежде всего социально-психологических аспектов реабилитации. Потому что ребятам необходимо восстановить их психологическое состояние. Их нужно социально адаптировать к тем условиям, которые сегодня есть в обществе. И, наверное, адаптировав их и открывая новые учреждения для реабилитации таких ребят мы сможем все-таки создать в обществе условия для того, чтобы мы и государство восстановили и построили его как европейское, цивилизованное, которое прежде всего беспокоится о человеке. Военная агрессия на востоке государства изменила не только будничную жизнь украинцев, но и внесла значительные изменения в понимании и подходы относительно лечения и реабилитации участников боевых действий. Государственный медико-социальный центр ветеранов войны, который расположен в поселке Цибли, Киевской области, один из первых начал принимать на восстановительное лечение бойцов АТО. Мы поняли, что реабилитация, которая проводилась с бойцами, которые получили боевые травмы много лет тому назад, совершенно отличается от реабилитации с теми бойцами, которые приехали непосредственно из зоны боевых действий. В чем разница? Разница в том, что необходимо было максимально быстро восстановить работу и жизненные функции каждого бойца, если это возможно. Для проведения профессиональной реабилитации не хватало опыта, современного оборудования и знаний, говорит руководитель медицинского учреждения Юрий Гриненко. И если с медикаментозным лечением в госпитале процесс довольно быстро наладился, то проведение психологической и физической реабилитации требовало большего времени и опыта. Работники лечебного учреждения обратились за помощью к международным специалистам, которые провели тренинги для медицинского персонала и со временем предоставили тренажеры для физической реабилитации бойцов АТО. Хотелось бы поблагодарить Трастовый фонд НАТО, который предоставил нам помощь в виде оборудования для физической реабилитации. Это аппараты для продолжительной пассивной реабилитации по восстановлению функций суставов, отдельно для каждого сустава верхней и нижней конечности, а также тракционный стол. На сегодняшний день подготовлены специалисты, получили лечение больше сотни пациентов. Мы видим эффективность работы этих аппаратов. Восстанавливается функция суставов до 90%. Больше всего это коленный и голеностопный сустав. Теперь в поселке Цибли ежедневно проходит реабилитацию более сотни участников боевых действий. Бойцы приезжают в госпиталь с надеждой получить профессиональную помощь и улучшить состояние здоровья. У этого пациента была осколочная параллельная гумилково-стопного суглоба. Сначала у нас было ограничение движений, но мы проходим уже приблизительно десятую процедуру и уже по максимальным градусам работаем. То есть ограничения движения уже нет. Остальное впечатление, я думаю, может сказать только сам пациент. Процентов 80 помогло. Процентов 80 помогло. Понятно, что сразу оно не будет показывать, что помогает. А 10 процедур – это уже кое-что. И так потихоньку помогает. Приехал сюда уже второй раз. Я когда сюда приехал, ходил на костылях, а теперь хожу с одной палочкой. Сустав уже хорошо разрабатывается, уже смелее могу становиться на ногу, так как я на нее вообще не становился два месяца. Запретили врачи, ведь у меня очень хрупкая кость. Перед этим была пластина, лопнули шурупы и по тем дыркам снова лопнула нога. Поставили спицу. Но сейчас могу нормально становиться на ногу и почти бегаю. Психологи утверждают, что когда человек попадает в зону боевых действий, то может получить настолько серьезную психологическую травму, которая со временем перерастет в посттравматическое стрессовое расстройство. Одним из проявлений подобного вида заболевания является настойчивое желание вернуться назад, на войну. Вот поэтому реабилитация чрезвычайно необходима не только для восстановления физического здоровья, а для возвращения психологического равновесия всем участникам боевых действий. Недавно ведущие украинские специалисты делились с коллегами собственным опытом лечения пострадавших. Мы только начинаем формироваться. Для того, чтобы взбить масло, нужно постоянно трясти той сметаной. Тот имеет немножечко знаний, тот ухватил из каких-то курсов, тот прочитал какой-либо протокол, тот в силу энтузиазма и желания сам начинает заниматься. Очень много волонтерского движения. И это броуновское движение приводит к тому, что мы начинаем сплачиваться, пока что в хаосе. Но вот такие конференции говорят о том, что мы начинаем делиться опытом и начинаем обращаться к организациям. И не просим денег, а говорим, давайте создадим структуру. Для нас это важно, так как служба, которая опекается этой программой психологической реабилитации, в настоящее время даже не имеет порядка прохождения психологической реабилитации. При участии ветеранских организаций была создана межведомственная комиссия относительно реабилитации воинов АТО и отработан механизм дальнейших действий, говорит Артур Деревянко. Но необходимо еще многое сделать, чтобы это направление медицины заработало с максимальной эффективностью. Когда в 2014 году началась антитеррористическая операция, наше государство не было готово к войне на своей территории. И когда возник такой вопрос психологической реабилитации, то благодаря Государственной службе по делам ветеранов и участников антитеррористической операции, я немножко принимал участие в написании этого постановления по психологической реабилитации. На это постановление еще нужно было разработать механизм, как оно должно работать. Эта система есть, она работает, но ее нужно адаптировать к нашим условиям. По мнению специалистов, перед государством поставлена сверхзадача продолжать готовить врачей-реабилитологов, чтобы все участники АТО имели возможность своевременно получить необходимую медицинскую и психологическую помощь. И таким образом полностью адаптировались в современном социуме. И это прежде всего возможно осуществить, лишь используя современные технологии восстановительного лечения и практический опыт реабилитации бойцов в госпиталях. Сегодня в Украине действует более 30 подобных профильных учреждений.